МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Президент Игорь Дадон опубликовал документ, в котором подробно изложил свою позицию относительно того, как обеспечить безопасность Республики Молдова и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны. В этом же документе глава государства высказался об отношении с ключевыми внешними партнерами, причем акценты местами расставил по-новому. Надо отметить, что о необходимости закрепления нейтрального статуса Молдовы говорилось и раньше. Тем не менее, спустя 27 лет независимости остается актуальным призыв главы государства проявить политическую волю и положить принцип постоянного нейтралитета в основу внешней политики и стратегии развития страны. В чем состоит принципиальность президента страны? Что нового в понимании необходимости международного признания нейтралитета Молдовы? Об этом и многом другом поговорим с советником в юридической области и в области институционных отношений, представителем президента Республики Молдова по связям с парламентом и правительством Максимом Лебединским. Здравствуйте. Добрый вечер. Объемный документ, который появился буквально накануне под названием «Позиция президента Молдова в отношении обеспечения и безопасности Республики Молдова и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны» вызвал себе пристальное внимание. Молдавский народ твердо поддерживает конституционное положение о постоянном нейтралитете. Это говорит не только глава государства, это подтверждает и многочисленные опросы, которые в большом количестве опубликуем и мы, в том числе телеканал ЧМТВ, и где видим, как граждане трепетно относятся к этой позиции в внешней политике, необходимости признания нейтралитета. Тем не менее, становление Молдовы как независимого государства, Игорь Николаевич подчеркивает, полностью завершено, но существуют еще главные риски, основные риски молдавской государственности. В чем, на ваш взгляд, они проявляются, в чем эти риски проявляются в видении президента Республики Молдова Игоря Дадона? И вправду мы можем просмотреть практически все политические опросы, публичные опросы за всю независимость Республики Молдова, и мы увидим, что больше 2 трети или 2 трети населения Республики Молдова поддерживает нейтральный статус Республики Молдова. И это радует, что граждане Республики Молдова хотят мира, и не хотят идти на какие-то радикальные позиции в одну или в другую сторону. Игорь Николаевич неоднократно за весь период своего мандата и раньше, до вступления в должность президента, говорил о том, что будущее Республики Молдова — это сбалансированной политики. Когда мы говорим о сбалансированной политике, мы не можем говорить только о экономической части или социальной части. Это в том числе относится и к части принадлежности или нет Республики Молдова к какому-то военному блоку. В этом случае мы категорически считаем, что Республика Молдова должна быть постоянной нейтральной страной, так как это прописано в Конституции Республики Молдовы, и никаким образом это не может быть изменено. Мы видели позицию Игоря Николаевича, в том числе когда правящий альянс позволил открытие офиса НАТО на территории Республики Молдова, либо когда были, к примеру, определенные решения Конституционного суда, либо какие-то политические декларации парламента. Если мы говорим о рисках, которые присутствуют для того, чтобы завершить этот процесс признания нейтралитета Республики Молдова, у нас есть внутренние риски. То есть мы говорим о качестве и воле политического внутреннего класса. Это невозможно. Пока политический класс не поймет, что не нужно играться с нейтралитетом и суверенностью Республики Молдова. Это не является разменной монетой для чего-то. Как раз хотел сказать, это не является предметом торгового внешней политики. Это не может обсуждаться для того, чтобы получить какой-то политический интерес. Республика Молдова является независимым нейтральным государством. И это не должно обсуждаться в принципе. Но, как обычно, у нас в политике попадается всегда получить какой-то кусочек политического класса, в том числе избирателей, которые будут говорить о чем-то другом. То есть создается такая искусственная напряженность вокруг вопроса нейтралитета. Как со всеми другими вопросами. Если мы говорим и о истории, и о его языке, и о любом другом моменте, который может хотя бы как-то спровоцировать какие-то дискуссии в государстве. Игорь Николаевич всегда имел забалансированную политику. И он пытался и пытается в дальнейшем соединить общество. Если мы говорим о других рисках, это, естественно, отношения международных партнеров. И те геополитические игры, войны, можете их назвать по-разному, которые происходят в мире. Мы маленькая страна, мы не имеем тот голос, чтобы поставить себя на равных позициях с международными игроками, с большими игроками. В этом случае нам нужно найти свою нишу, которая позволит твердо и ясно показать, что мы не хотим играть в эти игры. Тем самым демонстрируя свою позицию. Естественно. Которая может быть признана. Мы можем быть, как говорил Игорь Николаевич, определенным мостом связи. Для экономических, для социальных сфер, между Западом и Востоком. Но мы не должны влезать в какие-то, скажем так, непонятные отношения, к которым кто-то хочет заполучить определенный кусок пирога. Мы говорим и о тех напряжениях, которые являются и в регионе, и в том числе в определенных странах. То есть это не является чем-то новым. Хоть у нас после окончания так называемой холодной войны как бы должно было прийти мир во всем мире, но этого не получилось. К сожалению, появляются новые очаги напряженности в мире, которые в определенной сфере или определенным образом напрягают общую политическую и геополитическую обстановку в мире. В этом случае Молдова должна твердо ясно определиться со своим статусом и со своей позицией, относящейся в том числе и к этим очагам. Но для нас важно, чтобы гражданин Республики Молдова себя почувствовал в безопасности на территории своей страны. И это является одной из основных задач политиков для того, чтобы обеспечить не только финансовую или социальную безопасность, но в том числе и физическую. То есть это тоже является одной из... Страна не является участником тех или иных вооруженных конфликтов. То есть наши дети не становятся под ружье для того, чтобы защищать чуждые интересы нашей страны. Действительно. Игорь Дадон отдельно высказался по поводу отношений с каждой из ключевых для Молдовой страны. Имеется в виду соседние страны на западе, это Румыния, на стоке Украина, также с Россией, с странами Евросоюза, США отметил и важность взаимоотношений с Турцией. То есть на чем должны строиться отношения с этим кругом стран, по мнению президента? У нас, скажем так, с момента независимости Республики Молдова более 20 с чем-то лет хорошие дружественные отношения с Турцией. Давайте не будем забывать тот факт, что Турция является одной из самых быстро растущих экономических стран в мире, но в то же время она является из военной точки зрения достаточно мощной страной. Она имеет достаточно сильную позицию на мировом плане в порядке военного обеспечения. Это не значит, что мы должны вступать за одну или другую сторону. Игорь Николаевич говорил не только о Турции. Мы начинаем, во-первых, от отношений с нашими соседями. Это и Румыния, это и Украина. Так сложилось, что на территории Республики Молдова самая большая часть населения, миноритарная, так называемая, или диаспорная, это украинская часть. Другая часть — это румынская. У нас как с Украиной, так и с Румынией есть и общие исторические отношения, и в том числе к культурные ценности. Мы не можем относиться к Румынии или к Украине как к чужим. Это граждане нашей страны, родственные связи имеют и с румынскими, и с гражданами. Да, естественно, и с одними, и с другими. То есть у нас есть граждане Республики Молдова, которые в том числе являются и гражданами Украины, и гражданами Румынии. И естественно, что мы должны сохранять именно эти дружеские, культурные, традиционные, экономические отношения. И это является чем-то нормальным. С Россией, который в том числе является одной из компонентов решения Приднестровского конфликта 5 плюс 2, естественно, что она имеет очень важную роль. Помимо того, что у нас сотни лет исторических отношений с Румын, где-то более положительные, где-то более отрицательные, но это политики делают что-то либо более светлым, либо более темным. Как наш статус нейтралитета зависит от Российской Федерации, так он зависит в том числе и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки. Это самые важные, скажем так, международные игроки, которые хотим мы или не хотим, но мы должны будем добиться в том числе подтверждения этого статуса и от них. Мы надеемся, что, во-первых, наши соседи как-то нам помогут в этом, и первыми, может, выступят в поддержку и признанию постоянного нейтралитета Республики Молдова. Но мы, естественно, должны работать на общее признание с большинства стран. Если мы говорим о том, что Республика Молдова как независимое государство признали более 150 государств, соответственно, и статус нейтралитета мы должны работать на то, чтобы его признали больше всего государства, так как это сделали другие государства, которые на данный момент имеют этот признанный статус. Если мы говорим в отношениях с НАТО или с любым другим военным блоком, это никоим образом не должно быть связано с какими-то обязанностями, взятыми на себя Республики Молдова. Единственная наша международная обязанность в военной области должна быть то, что мы не влезаем ни в какие конфликты. И, соответственно, мы требуем не только признания, но и уважения наших прав как нейтральной страны. Это, естественно, наши законодатели из первого парламента были более мудрее, наверное, чем нынешние политики. Они попытались сделать сбалансированный текст Конституции, в том числе и с языком, и с нейтралитетом, для того, чтобы соединить абсолютно со всех сторон, чтобы укрепить Молдову как целостное государство. Но в момент, когда начались эти игры, соответственно, начались и проблемы в целом по территории Республики Молдова. Мы должны понять, что у Молдовы нет будущего без сбалансированной внешней политики. На всех фронтах. Это не важно, что мы хотим делать. Мы должны это делать, взглянув в будущее вообще. То есть это не должен быть шаг на полгода или на год, или на один мандат парламента, да, четыре года, к примеру, или один мандат президента. Мы говорим и о нашем будущем, и о будущем наших детей, внуков и так далее. То есть получается нейтралитет, это как раз именно тот момент, который может консолидировать политический класс, стать государствообразующим моментом. Но вот как приблизить перспективу вот этого признания, международного признания нейтралитета? Ведь он вызывает определенное напряжение, например, внутри страны. Ведь есть партии, которые ратуют за то, чтобы мы активно участвовали, например, в каких-то программах НАТО, чтобы мы активно сотрудничали с этим военным блоком. Возможно, есть какие-либо еще идеи в политическом сообществе, но тем не менее, ведь как раз внешнее политическое признание нейтралитета Республики Молдова отметает все это. Это первое. Во-вторых, оно придает больше уверенности в стабильности развития Республики Молдова. Здесь легче планировать финансовое будущее, семейное, социальное будущее, когда ты знаешь, что страна не будет вовлечена в какие-то международные конфликты. Но перспектива, как сделать так, чтобы эта перспектива была ближе? Как убедить политический класс внутри страны, и как убедить наших внешних партнеров в признании этого статуса нейтралитета? Вы говорили о семье. Что делает семья в случае, если есть какие-то конфликты? Либо обратиться к психологу, либо к лучшим друзьям и попросить совета. Одни и другие посоветуют, разберитесь между собой, поговорите о ваших проблемах, выскажите то, что вам не нравится, либо придите с конкретными аргументами. Республика Молдова — это большая семья. Что нам нужно сделать, чтобы определиться с конкретным моментом? Нам нужно обсуждать это. Обсуждать открыто, честно. Мы должны понимать и говорить о том, что нужно Республике Молдова. И твердо, и по-взрослому оценивать абсолютно любой шаг, в том числе и в перспективы на многие-многие годы вперед. Если кто-то имеет какие-то другие мнения, не проблема. К примеру, вот последняя конференция по нейтралитету, которая была. Были специалисты международного класса, в том числе, насколько я знаю, из Австрии, из Украины, из Российской Федерации, из других стран, которые говорили об этом. И большинство считает, что это является одной из возможностей Республики Молдова утвердиться как самостоятельному государству. Что нужно делать, если у тебя другое мнение? Но ты аргументируй. Давайте поставим открыто карты на стол и посмотрим, что дает Республике Молдова статус нейтрального государства, и что дает Республике Молдова статус члена какого-то военного блока. Какие перспективы открываются, или наоборот закрываются. Вопрос в том конкретно, что выигрывает и проигрывает Республика Молдова как государство, что получает или теряет граждане Республики Молдова в одном и в другом случае. И давайте будем думать, давайте будем выбирать. Но это не должно быть каким-то постольной игрой, что мы там договоримся втихря. Нет, это должно быть открыто. Каждый гражданин Республики Молдова должен знать четко и ясно, что его ожидает в одной и в другой ситуации. Мы же говорим о демократии. И политический класс, мне кажется, тоже должен, кроме ответственного подхода к этой теме, должен просчитывать, что в итоге мы получаем. Мне кажется, здесь, вот для меня, как гражданина Республики Молдова и журналиста, достаточно очевидно, что участие в тех или иных военных каких-либо программах, блоках, союзах, грозит нам только лишь, ну знаете, депопуляцией страны. Потому что, если спросить просто среднестатистического сегодня нашего с вами согражданина, хочет ли он воевать, хочет ли он участвовать в каких-то военных программах. Мне кажется, большинство людей, даже не то, что кажется, я уверен, выскажутся в ином. Мы хотим мирно трудиться, мы хотим получать достойную возможность достойного проживания на родине у себя в стране. Ведь, например, то, что сейчас многие граждане уезжают на заработки в другие страны, говорит о том, что наша экономика перекошена. Практически она строится несколько, будем говорить, так сказать, не на тех принципах, на которых должна строиться экономика суверенного государства. То есть мы не развиваем свою промышленность. То же самое и во внешней политике. Если мы придерживаемся собственных принципов, это вызывает убеждение. А собственный принцип основан на том, что востребовано сегодня у граждан Республики Молдова, чью волю мы, в общем-то, законодатели должны представлять. Естественно, мы не можем говорить о том, что политики должны навязывать народу что-то. Повязку жизни. Мы видим конкретную проблему, мы видим конкретные решения для этой проблемы. То есть исходя из воли народа, не из чего другого. Об этом мы говорили, да, и в начале программы, что более двух третий народа Республики Молдова видит Молдову в качестве нейтральной страны. Если мы говорим, что в демократии большинство решает, как оно должно быть, значит, мы должны пойти по воле большинства. И это естественно. Что может послужить международному признанию нейтралитета Республики Молдова? Это работа наших дипломатов, это консенсус внутри страны. С чего должен начаться процесс, на Ваш взгляд? Давайте поймем, что нет общей универсальной формулы, которая решит или даст определенный результат. Действия конкретные, то есть совокупность действий, скажем точнее, они должны устанавливаться, исходя из конкретной политической повестки внутренней и внешней, на конкретный момент, исходя из конкретных отношений. Естественно, это не может быть решено без решения полностью, в том числе и преднестровского вопроса. То есть это в том числе является одним из пунктов для того, чтобы получить и признать этот статус нейтральной страны. То есть мы не можем говорить о том, что если мы сделаем один шаг, соответственно, да, напишем заявление в... Признать в организации военных наций о признании нейтралитета, нам скажут, да, что все, окей, Молдова является нейтральной страной. То есть такие попытки были и раньше. Естественно, это одна из задач будет наших дипломатов, в том числе и в тех странах, о которых мы говорили, или в тех союзах, в том числе и в Европейском союзе, или в РЗС, мы должны получить общую поддержку на мировой арене, в том, что да, будущее Республики Молдова, оно возможно в качестве нейтрального государства. Никто не должен лезть в их внутренние дела, и, соответственно, Республика Молдова не лезет в отношение других стран. Есть определенные рамки для сотрудничества, да, которые должны быть соблюдены абсолютно всеми сторонами. Это что-то нормальное, да, то есть мир по-другому не может работать на этом этапе. Все, уже время викингов, да, и средневеков, оно закончилось. То есть применение силы, оно в нашем случае, оно равно нулю. Сейчас есть абсолютно другие войны, информационные, есть те, не знаю, да, те же летальные оружия, которые, не дай бог, в этом случае Республика Молдова вообще ничего не решает. Да, давайте не забудем, что Республика Молдова имеет там 300 с чем-то километров от севера до юга и 100 с чем-то по ширине, ну, о чем мы говорим, с кем мы хотим встать в оппозицию. Мериться силами тут, в общем-то, в регионе чревато. Мы должны именно не мериться силами, а интеллектом. Мы должны развивать, мы должны дать будущее нашей молодежи. Вы сами говорили, да, что мы можем проснуться с депопуляцией. Мы уже имеем депопуляцию Республики Молдова. На данном этапе у нас сократилось в несколько раз число студентов. Да, в том числе у нас есть другие проблемы, что наших студентов берут за границу на втором, третьем, четвертом курсе университета, когда видят, что там есть хорошие умы. Или они заканчивают у нас с университетом, но в любом случае бегут за кордон. Тогда о чем мы говорим, о какой депопуляции в будущем, когда она уже, эта проблема есть. Игорь Николаевич об этом тоже говорил. Мы должны решать наши проблемы в совокупности. Естественно, что нейтральный статус, да, только он, признание его, это не решит наши проблемы. Мы говорим о целом наборе действий для того, чтобы в Республике Молдова хотелось жить. Чтобы люди именно хотели жить в Молдове спокойно, без того, чтобы думать, а что меня ждет завтра и на что я буду кормить своих детей. Мне кажется, прекрасное начинание было озвучено, скажем так, озвучено или было внесено в этом документе. Такое предложено инициирование провести саммит нейтральных государств, что, в общем-то, наверное, придало бы достаточно существенный импульс и в самому процессу признания Молдовы как нейтрального государства. Насколько реально видится реализация такого проекта? Ну, это, естественно, является реальным. Но, как я говорил и ранее, все зависит от правильно выбранной стратегии в правильный момент и месте. То есть, если на данном этапе, без внутренней воли Республики Молдова, да, мы говорим о политическом классе, кто-то выскажет идею, а давайте сделаем в Молдове саммит нейтральных государств и обсудим, насколько это хорошо. Приходят представители нейтральных государств Республики Молдова, у нас политический класс в раздраве. Они говорят о пяти-десяти разных позициях, никому ничего не ясно, что они хотят. Естественно, что это ничего не даст. Но это должно быть одним из шагов для того, чтобы достичь поставленной задачи. Мы с вами, в общем-то, сейчас живем в таком периоде, который мы, журналисты, называем такой период предвыборной ситуации. Нынешний парламент уже заканчивает свою деятельность, дорабатывает последние дни мандата. Будем готовиться к выборам последующего парламента. Это означает, конечно же, политическую борьбу, борьбу доктрин, идей, предложений, что-то будет обещано людям. Но мне кажется, даже мое видение вырастает в уверенность, что принцип нейтральности, который был бы прописан в тех или иных политических доктринах, был бы таким, знаете, двигателем, мотором, наверное, и движением к избирателю. Потому что, если правильно объяснить гражданину Республики Молдова, то, что это не просто пустой звук или какое-то красивое выражение, вот нейтралитет Республики Молдова, что это выражение может быть облечено в какую-то практическую вещь, которая обретает, знаете, и вид документа, и вид того, что это привносит какие-то стабильность в финансировании Республики Молдова. В общем-то, весь мир живет на инвестициях, на привлечении свободных средств финансовых, которые ищут площадки. И это дает возможность открытия рабочих мест. То вот тогда, когда это будет очень четко, очень легко объяснимо, наверное, вот те политические силы и получат бонус на этих выборах. Может быть, я ошибаюсь, но тем не менее. Если честно, вы меня развеселили. Я как бывший член ЦИКа чуть смотрю по-другому на выборы. Вы говорите о том, что у нас сейчас парламентский, а я вижу, что у нас через пару месяцев парламентский. После этого еще через пару месяцев у нас, соответственно, выборы Башкана в Гагаузи, а потом у нас местные выборы, а потом, соответственно, у нас опять президентские выборы. А после этого опять по кругу идет дальше, что у нас опять парламентский, опять Гагаузи, опять местные и так далее и тому подобное. Избирательный цикл, он не является окончательным при выборах. Все нормальные политики придерживаются принципа, что к выборам нужно готовиться на следующий день после выборов. Только глупые политики будут делать какие-то конкретные действия непосредственно в последний момент, на последние сометровки. Да, есть у нас граждане, которые ведутся, извините за выражение, вот именно на эти игры, что им в последний момент показали пару ярких выступлений, они поверили в то, что кто-то, ты смотри, как он сказал. Возможно, чудо. Да, но если гражданин посмотрит на действия этого политика все это время, за полгода, за год, два, три ранее, он поймет, что это пустышка, да, и это человек, который, в принципе, из себя ничего не представляет. Нормальные адвокатные политики, они имеют строгую повестку, по которой они идут. И они не идут для того, чтобы показать что-то перед выборами. Это является конкретным планом действия своего видения и воплощения этого в жизнь. Да, мы, как минимум я, как советник Игоря Николаевича, являясь рядом в этой команде, я видел конкретную позицию вне зависимости от того, что пытались ему попробовать как-то преградить его действие, либо навязать ему что-то. Нет, у него есть определенное видение, с которым он пришел к людям. Да, за что он получил эту поддержку. И, соответственно, он идет по той повестке дня, которую он обещал сделать людям. Да, один из пунктов, соответственно, это соединение и страны, и решение непосредственно проблемы, в том числе и нейтралитета Республики Молдова. Да, ну, у нас люди привыкли говорить, что президент является гарантом Конституции. Как таковой, да, в Конституции написано, что президент является гарантом суверенитета и целостности страны. Суверенитет по своей натуре является именно правом народа на управление. Суверенитет является основой основ прав граждан на управление своей страной. И президент, и депутаты являются делегированными лицами народа, которым они передают временно, да, суверенитет для того, чтобы исполнять конкретные задачи. Но они его не теряют, да, это является представительной демократией, да, в случае прямой демократии, да, это референдумы и так далее, да, когда народ каждый шаг решает напрямую. Соответственно, президент и действует в интересах граждан Республики Молдовы и для исполнения своих прямых конституционных обязанностей, обеспечения суверенитета народа и целостности страны. Получается, что нейтралитет Республики Молдова — это, наверное, одна из граней суверенитета в таком случае. То есть или же это может быть ошибочным мнением, суверенитет — это отдельная позиция. Нет, суверенитет — это не грань, это основа. Это основа государственности. Государство без суверенитета — это не является государством, да, когда мы говорим о том, что какая-то страна зашла в Европейский Союз, да, она в этом случае теряет часть своего суверенитета и передает право управления, соответственно, да, к примеру, европейскому органу. Но в случае независимого государства полное право решения проблем на территории своей страны принадлежит этой стране. Вот только в этом случае страна в действительности является независимым и в действительности может попробовать признать себя нейтральной, так как это указано и у нас в Конституции. Ну, в итоге, в общем-то, стартовая позиция для реализации проекта по международному признанию нейтралитета Республики Молдова, конечно, находится внутри страны. То есть это должен быть внутриполитический консенсус, это решение, наверное, и территориальных проблем, а именно нашей, так сказать, раздробленности решения Приднестровского конфликта. Здесь в чем, мне кажется, в чем главное видение, что прежде всего необходимо решить, по мнению Игоря Дадона, для того, чтобы, ну, в общем-то, начать путь в направлении международного признания нейтралитета. Так, если мы говорим о преднестровской проблеме, да, в общем, ну, естественно, опять мы говорим о политической воле с обеих сторон Днестра, и это естественно, да. То есть эта проблема не может решиться без воли одной или другой стороны. Это должно быть общее согласие на общих принципах, которые принимаются обеими сторонами. Это должна быть признанная поддержка от партнеров с формата 5 плюс 2, да, которые, ну, хотим или не хотим, они должны высказаться и хотя бы большим образом из них признать и поддержать это, да. Мы говорим и в том числе и о поддержке со стороны Российской Федерации, Украины, Румынии, Евросоюза, Соединенных Штатов. Так почему нет? Нету общей формулы, да. Игорь Николаевич очень много говорил об этом практически на всех своих конференциях, да, журналисты пытаются понять, какова видение и стратегия. На данный момент, слава богу, за полтора года получилось сдвинуть с места решение многих проблем, которые до сих пор почти 10 лет, ну, никто вообще ими не занимался. Были многие встречи между Игорем Николаевичем и, соответственно, Вадимом Красносельским. То, что в том числе помогло, так, решению определенных жизненных проблем, да, граждан. Потому что граждане, которые живут за Днестром, с той стороны, это являются гражданами Республики Молдова. Мы имеем там официально более 220 тысяч избирателей. Это люди, которые имеют совершеннолетние, но есть еще их дети. Это очень большая часть граждан Республики Молдова, которые жили и живут там. Если мы говорим вообще о том, как можно достичь этот нейтралитет, ну, это, во-первых, сбалансированная новая стратегия или новая концепция внешней политики. Ну, без этого мы никак никуда не сдвинемся, да. То есть мы говорили с вами... То есть нужно разработать новый документ, получается. Это, естественно, должно быть полностью новый концепт для внешней политики, как мы говорили, сбалансированный, который не будет вовлекать Молдову в какие-то игры. Молдова должна дружить и с Западом, и с Востоком, и с Китаем, и с Бразилией, и с кем угодно для того, чтобы исходить из нашего национального интереса. Вот что у нас должна быть задача номер один. Национальный интерес, экономический, социальный, да. То есть любой жизненный вопрос, который напрямую относится к гражданам Республики Молдову. Ну, а кто бы мог бы, в общем-то, заняться созданием такой концепции внешней политики? На какой площадке должно развиваться, допустим, должно развиваться создание этого документа, и кто может быть привлечен для работы по созданию этой концепции? В этом процессе должно участвовать, да. Если мы говорим о внешней политике, да, это и президент, да, как непосредственно ответственный за внешнюю политику, да. То есть международные конвенции говорят, да, что президент является беспрекословным представителем государства, да. Это в том числе и правительство, да, которое непосредственно имеет МИД и воплощает международную политику. Это парламент, который, хотим мы или не хотим разрабатывать законы, в конечном итоге должен принять эту политику, да, в том числе дать полномочия и президенту, и правительству для воплощения этих задач. Почему нет, чтобы было более транспарентно, более открыто привлечение общественных деятелей? Да, у нас, слава богу, есть достаточно людей, которые имеют международный опыт, да. То есть говорить о том, что в Республике Молдова нет уголов, которые могут сделать нормальный сбалансированный документ, мы не можем. Но почему нет? Мы можем привлечь любого международного специалиста, с одной и с другой стороны. Мы говорим об открытости. Один из принципов, который должен стать в основу этой новой концепции, это именно открытость, честность. Не можем как-то исходить из того, что мы напишем одно, а будем делать другое. Нет. Мы должны быть открыты, мы должны быть прямыми с нашими партнерами. Без разницы, если это им нравится или нет. Мы себя позиционируем, да. Скажем так, вы не можете получить уважение другого человека, если вы сами себя не уважаете. То есть ваше лицо, да, вот вы медийный человек, да. Если вы, соответственно, ну не придете причесанным на передачу, да, ну не помойтесь с утра, ну извините. И, к сожалению, не Ларри Кинг. Не, ну ваше лицо, соответственно, ну не будет, она не будет представлять из себя то, что она может быть на самом деле, да. Мы решаем, как мы себя будем показывать. Мы решаем, что мы делаем у нас в стране. Мы решаем, как мы будем выглядеть, когда мы выходим из дома. Это популярно говорят, да, чтобы не входить в какие-то... Образ понятен. Но вот как сделать так или как убедить наших с вами сограждан в том, что эта инициатива президента не утонет в многочисленных обсуждениях. На парламентских площадках, в заседаниях правительства, в каких-то комитетах, подкомитетах. Как сделать так? Или будет ли механизм какого-то контроля или внимания к тому, что вот эта инициатива стала бы неизбежной и, да, и более того, она была бы невозвратной на протяжении многих-многих лет. То есть статус был бы закреплен за государством Республики Молдова, как, например, за Швейцарию. Ведь много лет никто не оспаривает статус Швейцарии как статус нейтрального государства. И, в общем-то, примеров этого не единичны. Есть еще на карте планеты нейтральные государства. В этом и смысл обсуждения. Столько времени, сколько этот вопрос закрывается и выбрасывается на какую-то полочку, никто о нем не будет думать и никто о нем не будет говорить. И, соответственно, никто в него верить не будет. Но если начать разбираться в том, что это такое, что это нам дает, какие у нас хорошие стороны для реализации, какие шаги нужны, в этом случае у нас появляется общее видение. Это не будет видением просто президента Республики. Это будет общим видением политического класса. То есть, получается, диалог как основа формирования общего видения. Ну, а как по-другому? Просто прийти и поставить на стол бумаги, вот, пожалуйста, распишитесь, ну, извините, это нереально. Мы говорим о том, что мы должны поменять свою логику. Вообще, то есть, ну, нельзя в 21 веке идти по принципу, да, просто примитивной силы. Мы говорим, да, о человеке разумном, да, то есть человек, который может рассуждать и который должен рассуждать, который должен идти с аргументами. Ну, этого и будем договориться. То есть, не зря говорится, что большие страны делают большую политику, а маленькие делают умную. Наверное, так. Но ведь всегда любой идеей, насколько бы она ни выглядела здравой, продуманной, взвешенной, всегда найдутся оппоненты. Вот здесь, как сделать так, чтобы убедить оппонента в том, что... Не то, чтобы уступить, а, может быть, даже присоединиться к этому движению по продвижению нейтральности Республики Молдова. Ну, я бы это и пытался объяснить. То есть, эти обсуждения, они не нужны для соратников. Да, соратники, они являются соратниками, они имеют тоже мышление, их убеждать не надо. Эти дискуссии должны быть именно с оппонентами. Мы должны приходить с аргументами. Мы говорили с вами и ранее, да, то есть мы должны рассмотреть все стороны. Мы должны посмотреть не только один сценарий для воплощения этой цели. То есть, сценарии могут быть разные, исходя из конкретной ситуации. Но если этого не обсуждать, вы не переубедите оппонентов. Вы не сможете прийти к человеку и сказать, слушай, я прав, ты не прав, извини, давай воплощай. Максим, тогда последний вопрос. Насколько сегодня это актуально для Республики Молдова? Ведь можно было эту идею концепции национальной безопасности, идею закрепления в международном формате нейтральности Республики Молдова можно предложить, может быть, в более удобный политический момент. Ведь сегодня мы пока живем в разделенной стране, мы живем и в политически разделенной стране. До сих пор есть еще противники и те, кто приверженцы, допустим, евроатлантического движения Республики Молдова, присоединения к НАТО и другим блокам. Насколько сегодня это действительно актуально для Республики Молдова? Вы поймите, нейтральный статус Республики Молдова является главным гарантом Республики Молдова на то, что оно будет существовать как независимое государство, которое будет иметь хорошее отношение абсолютно со всеми. Мы не можем существовать в другой форме, нежели в качестве нейтрального государства. То есть это уже константа сегодня для нашей страны. Вы спрашиваете, не можно ли выбрать другой момент. Да. А кто решает, когда есть или нет подходящего момента? Кто дал кому-то из политиков право выбирать, что, слушай, у меня сегодня нет настроения, давай поговорим лет так через 20 об этом. Да, потому что сейчас у нас на повестке что-то другое. Да, если политики являются представителями народа, так давайте к народу прислушаемся. Народ должен решать, когда является подходящим моментом. Да, естественно, что для этого нужно вовлечь, к примеру, парламентария. Да, естественно, что этот план может быть воплощен после следующих выборов. Но это не значит, что мы не должны об этом говорить. Это не значит, что люди не должны знать, кто из политиков, какую внешнюю политику хочет вести в дальнейшем. Потому что они, исходя из этого, в том числе будут решать, за кого голосовать, за кого нет. Максим, спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что нашим зрителям совершенно понятно, что отношение к статусу Республики Молдова как к государству нейтральному для сегодняшнего политического класса является лаптмусовым тестом. Потому что неизбежно, я думаю, что практически каждый здравомыслящий гражданин Республики Молдова поддержит идею вот этого нейтралитета. Это, в общем-то, наверное, зрело. Я уже говорю как гражданин Республики Молдова, как избиратель. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я буду рад вас снова видеть в нашей студии и всегда с удовольствием поговорить на те или иные темы, которые при всей своей, может быть, многослойности близки нашим зрителям. И довольно интересны. Спасибо. Спасибо и вам за внимание. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. «Персональный акцент» «Персональный акцент» «Персональный акцент»